Венесуэле экономический кризис. По данным МВФ, инфляция в этой стране к концу года составит 720 процентов. Полицейские машины в Дубае превратились чуть ли не в самые знаменитые достопримечательности города. Рано утром в понедельник аракские военные начали штурм Аль-Фалуджи. Жители, не успевших покинуть город, просили не приближаться к базам боевиков исламского государства. Аль-Фалуджи – второй по величине город в Ираке после Масула, захваченный ИГИЛ. Он находится примерно в 50 километрах от Багдада. Под контроль исламистов город попал в январе 2014 года. Правительственным войскам помогают ополченцы, а также ВВС-коалиции, возглавляемые США. Операция по освобождению Аль-Фалуджи началась 23 мая. Какое-то время армии ополченцы откладывали штурм, чтобы дать возможность мирным жителям покинуть город. В его стенах могло находиться до 90 тысяч гражданских лиц. «Мы призвали население Аль-Фалуджи уйти из города, чтобы защитить их от опасности, и сделаем всё возможное в этом отношении». Иракская армия ведёт операции по окружению Аль-Фалуджи с прошлого года. В воскресенье она при поддержке шиитских отрядов также штурмовала город Эссаклавия. Рынок нефти продолжает демонстрировать нестабильность. Цена на чёрное золото то взлетает, то опускается на несколько долларов за одну торговую сессию. Цифры колеблются в пределах 50 долларов за баррель. В целом, с лета 2014 года котировки нефти снизились более чем в два раза. В России, крупнейшем поставщике нефти в мире, с начала года дефицит бюджета превысил 1 триллион рублей. Между тем, эксперты заявляют, повышение цен на нефть неминуемо. «Очень важно понимать всем, что никакие мельницы ветряные, они не могут в большой энергетике заменить нефть и газ. Заменить нефть и газ абсолютно нечем до появления термоядерного синтеза, то тенденция на рост цен на нефть, она абсолютно неистребимая. Она всё равно всегда будет прорываться». Кроме того, аналитики утверждают, в будущем рынок ощутит нехватку предложения чёрного золота. В прошлом году инвестиции в мировую отрасль нефтедобычи сократились на 400 миллиардов долларов. Это приведёт к снижению нефтедобычи. Кроме того, низкие цены на нефть делают добычу сырья с высокими операционными затратами нерентабельной. «Если в России операционные затраты на добычу нефти в среднем за прошлый год составили 2,7 доллара за баррель, если в Саудовской Аравии они составляют 3 доллара за баррель, в Иране 20 долларов за баррель, в Соединённых Штатах от 35 до 50, в Канаде 50 и выше, в Венесуэле тоже около 50. Конечно, эта нефть с рынка уйдёт, но этой нефти 10%, 10% всей нефти, производимой на земле. Конечно, если не будет адекватного восполнения объёмов поставок, то эта нефть вызовет кризис и очень резкий скачок цен». Однако когда произойдёт скачок цен на нефть, предугадать сложно. На рынке высок спекулятивный фактор. Аналитики сходятся во мнении. Наиболее вероятно, что до конца 2016 года цены останутся на уровне 45-50 долларов за баррель. Автопарк полиции Дубая пополнился люксовыми автомобилями. «Мерседес», «Бентли», «БМВ» – вот неполный список новоприобретённого транспорта. Отныне улицы крупнейшего города Объединённых Арабских Эмиратов будут бороздить полицейские купе, внедорожники и спорткары. Однако борьба с преступностью и горячей погони не их удел. У этого премиального автофлота почётная миссия – повысить престиж будущего хозяина Всемирной выставки 2020. Об этом напоминает и номерной знак двухдверного купе «БМВ Ай-8». Роскошные полицейские авто каждый день приезжают в самые популярные туристические места. Здесь их ждёт всеобщее внимание. Люди фотографируют машины и фотографируются сами на их фоне. А миловидные женщины-полицейские, больше похожие на фотомоделей, благосклонно позируют всем желающим. «Даже не думал, что такое бывает. Я видел иногда мустанги в США. Но ничего похожего на эти BMW или Ferrari я не встречал». Местные жители считают, что люксовый автопарк пойдёт на пользу имиджу полиции Дубая. «Думаю, это отличная идея. Это словно полиция говорит, ну-ка попробуйте от нас скрыться. Она посылает своего рода сообщения. Как бы ни был быстр ваш автомобиль, полиция Дубая всегда будет быстрее». За рулём роскошных машин, как правило, сидят женщины-полицейские. «Наше правительство поддерживает женщин и продвигает их в разных сферах. Так что, к счастью, у нас нет такого ощущения, что мужчины здесь монополизировали автомобильную индустрию». Нововведение в дубайской полиции уже привело к курьёзному последствию. «Многие туристы и другие люди теперь звонят в полицию Дубая по горячей линии и спрашивают об автомобилях. Они хотят знать, в каком месте они будут и как их найти, чтобы сфотографироваться с ними». В роскошный полицейский автопарк вошли полтора десятка машин таких брендов, как Астон Мартин, Ауди, Бугатти, Ламборджини, Макларен, Порше и другие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова